Здравия и процветания! Моё имя Ария Радослав и это мой обзор серий с первой по десятую второго сезона сериала Вайворд Пайнс. Если вы не знакомы с предыдущим обзором на первый сезон или не знакомы с сериалом вообще, то советую как минимум просмотреть мой обзор на первый сезон сериала Вайворд Пайнс. Ну а как максимум ознакомиться хоть с несколькими сериями этого сериала, чтобы понять как бы как оно все устроено. Ну да, мало кому хватит времени просмотреть целый сезон, поехали поэтому. Может кстати кто-то из вас захочет просмотреть хотя бы первые серии, ну чтобы хоть как-то понимать, что за сериал, про что там рассказывается. Каков дух этого сериала, особенности съемки, особенности подачи и так дальше. Начинаем по сюжету. Если раньше у нас был агент секретной службы, который проснулся и такой, как потерянный штурмовик первого ордена думает, кто я, где я, откуда я, что происходит. Здесь у нас хирург. Хирург, а еще с этим хирургом связана такая ситуация, что здесь же есть его жена, но его жену разбудили раньше. Для совсем ленивых, рассказываю, в начале 21 века, возможно отчасти даже в конце 20-го, точных временных рамок я не отметил. Такой ученый, как Дэвид Пилчер, со своими союзниками создал криостанцию, где заморозил несколько сотен людей нынешней эпохи, дабы в будущем их оживить и заново заселить Землю. Он предвидел глобальную катастрофу, которая в конце концов и случилась. Большая часть людей мутировала и превратилась, или их вытеснили, или откуда-то появились так называемые абби, сокращенно от аберрация. Или в нашем варианте их разумнее переводить как ошибка. Ошибка, то есть это некий сбой, когда эта версия человекообразных существ не вернулась назад к обезьянам, однако и потеряла человеческий разум. Хоть с другой стороны какие-то элементы сознательного поведения у них присутствуют, они заботятся за своими детенышами, они вместе воюют, могут исполнять приказы вышестоящих, могут друг за другом как-то помогать друг другу, могут делиться на какие-то стаи. То есть они прекрасно опознают людей, они могут даже отслеживать цифры, которые человек набирает, и потом повторять этот процесс. То есть какие-то элементы разумности у них всё же есть. Тем не менее, не видно, чтобы у них были хоть какие-то зачатки, хоть примитивнейших, там, не знаю, луков и стрел. В большинстве своём они охотятся и воюют и вообще действуют с помощью собственного тела. С точки зрения эволюции данный ответ как обратная сторона качания маятника нынешней цивилизации, когда сейчас иммунитет и сила именно человеческого тела уменьшается с каждым, даже днём, это будет правильно сказать, так как каждый день рождаются дети, которым изначально ставят прививки, которых изначально, даже если этот ребёнок, в принципе, дохлый и нежизнеспособный, и даже если известно, что он проживёт максимум несколько дней, несколько месяцев или несколько лет, за ним ухаживают. А некоторых таких нежизнеспособных дотягивают до старости, где они передают свой генофонд следующим поколениям. И так в общей сложности постепенно жизнеспособность, иммунитет, физическая сила человеческого тела теряются. Один из возможных вариантов эволюционного ответа, это как раз будет культивация обратной стороны, культивация того, что разум как-то будет блокирован или же редуцирован, в то время тело вернут. Так как эволюция, законы эволюции могут решить, что коль людям разум не нужен, они им неправильно пользуются, а не им себя как бы уничтожают, то надо это убрать. Поймите, это даже тут не обязательно, чтобы какие-то боги или высшие существа принимали решение. Эволюция, сама природный принцип выживания действует так, что если у человеческого или любого другого организма есть те или иные преимущества, этот организм выживет, даст потомство, размножится и так дальше. Если у него есть какие-то недостатки, из-за этих недостатков его склонность к выживанию и размножению уменьшается, естественно, он вымрет. Да, здесь возможно вмешательство, конечно, высших существ, но даже без этого можно обойтись. И поэтому с эволюционной и футурологической точек зрения будущее мира в видении Вайворд Пайнс, оно не то, что возможно, оно даже вероятнее всего. Вот, да, я хотел бы, конечно, чтобы будущее земной цивилизации было как минимум такое, как в сериалах и фильмах Стартрек. Как минимум. С исторической точки зрения, вариант Вавилона 5, где с одной стороны, да, идёт развитие, потом идёт изоляция, деградация, потом снова развитие, и потом уже финальная стадия превращения в нематериальных существ. С исторической точки зрения, учитывая то, как развивала земная цивилизация, что с одной стороны, например, ещё 2000 лет назад были зачатки основных технологий, которыми мы пользуемся. К примеру, недалеко от острова Антикефера была найдена примитивная астрономическо-астрологического предназначения вычислительная машина. По сути дела, от такого прибора до часового механизма или же даже до примитивных вычислительных машин конца 19-го, начала 20-го столетия всего лишь несколько шагов. Тем не менее, эти шаги не были сделаны из-за того, что христианская религия искусственно тормозила техническое и духовное развитие человечества. Поэтому, учитывая такое, вероятность повторения такого в будущем может быть. Но это уже другая история. Пока возвращаемся в Вайвард Пайнс. Вайвард Пайнс – это название города, в честь сосен, которые там везде растут. И там вот эти замороженные люди, которые ещё остались людьми с нынешнего времени, которые взяты, они время от времени просыпаются. И не все из них, которые были вместе раньше, просыпаются вместе. И не все из них знают, что их половинки, их родственники ещё где-то там есть. Поэтому в 10-й серии проявилось, скорее всего, то, что та, кто являлась матерью одному из... Ну, фактически, лидеру Вайвард Пайнс, она же по незнанию стала его женщиной. Отчего её позднее стошнило, отчего она решила... Ну, что, в принципе, стало одним из стимулом того, чтобы покончить с собой в конце 10-й серии. Хоть нам ещё не показали её смерть, однако по факту, скорее всего, она умрёт. Во-первых, она себя отравила, заразила страшными вирусами. Во-вторых, она вышла к абиаберациям вот этим, которые, скорее всего, её просто разорвут на части. Ну, заразившись при этом от неё. Если они эволюционные мутанты, разработанные эволюцией на основе человеческого вида, это не факт, что эти вирусы на них сработают. Есть вероятность, что вирусы сработают не в полной мере, так как теоретически у них иммунитет должен быть в несколько раз сильнее, чем у человека. Или же вообще не сработают. Но это уже тоже другая история. Так вот, в начале сезона просыпается врач, хирург, который сразу же практически входит в высшие круги общества Вайверт Пайнс. Ну, и из-за своей профессии, из-за своих знаний, из-за своих умений, ну, и из-за своих умственных характеристик. Так, позднее, в 10-й серии, он приложил свою руку к смерти их новолидера. И ситуация в том ещё, что его жена проснулась раньше, чем он. И пока она не знала, есть он, нет его, она уже стала женой ещё одного человека. И это тоже одна из сюжетных линий, которая тянется на протяжении всего сезона. Дальше, другая сюжетная линия, это то, что поскольку он не давал своего согласия на то, чтобы его замораживали, потом воскрешали, то он как бы не считает себя или людей в праве уже быть в это время. Он считает, что если бы их не заморозили, то они бы прожили свою жизнь и умерли бы или в муках, или от старости. Тем не менее, в своём времени, в своей среде. А это уже не их время. Кроме того, он одному парню пытался внушить идеи нормальности гомосексуализма. Хоть сам вроде бы таким не является. Да и вообще, он внёс ряд деградационных направлений в жизнь Вайворд Пайнс. То есть, если Пилчер и его сподвижники и последователи, они пытались максимально функционализировать общество, максимально функционализировать процесс воспроизводства человек, обучения и так дальше, то он в это всё внёс деградационные элементы. Что, конечно же, показывает то, как мыслят нынешние люди. И что привело, в конце концов, к дефункционализации их общества и к тому, что вместо того, чтобы сразиться этими же вирусами, уничтожить всех вот этих мутантов, они снова легли в спячку в надежде, что проснутся в лучшем будущем. И тут, тут остаётся гадать. Может быть и так, что они в действительности проснутся в далёком будущем, где или вообще никого нет, или какие-то мутанты ещё хуже появились. К примеру, если по этим аберрациям, ошибкам природы, прошлась волна заражения, то вероятнее всего, что значительно... Если это заражение на них подействует, что я считаю маловероятным. Тем не менее, если заражение на них действует, значит, значительная часть их должна вымереть, а та часть, которая не вымрет, которая будет иметь какие-то свои мутации и эволюционные преимущества, они останутся на Земле, и они размножатся и дальше эволюционируют в своём направлении. То есть, есть вероятность, что проснувшись, они встретят ещё более жутких мутантов. С другой же стороны, если они проснутся через несколько десятков тысяч лет, ну или хотя бы через пять тысяч лет, то они могут встретить и какую-то уже более миролюбивую версию человекообразных живых существ, или же в следующих сериях нам могут показать прилёт инопланетян, или в обзоре на первый сезон. И вообще, я предполагаю, что должны быть другие очаги выживших людей. Просто по аналогии, смотрите. Не могли эти аберрации сразу пройтись по всем островам. Если у них нет технологий, на острова и другие континенты они теоретически вообще не могли добраться. Да, можно предположить, что это не эволюционным путём, а, допустим, по человечеству прошёл какой-то вирус, который в одночасье превратил всех людей в таких мутантов. Или, например, что у людей просто стали вместо детей рождаться такие выродки, которые постепенно заменили собой людей. Но это несколько невероятно, потому что при условии вируса он просто не мог так сработать. Вирусы так не работают. Это фантастика. Это уже тогда будет не научная фантастика. При условии постепенного процесса или при условии того, что был единый очаг размножения и расселения вот этих мутантов, часть людей где-то в изолированных местностях должны были бы сохранить какую-то свою самобытность. К примеру, вот есть австралийские и африканские племена, которые ведут практически примитивный образ жизни. Например, поскольку они не были с повреждённым иммунитетом, как, допустим, евроатлантическая цивилизация, то представители как раз той самой евроатлантической цивилизации могли сохранить часть этих людей где-то, дабы они потом остались жить, или же они могли бы и самостоятельно бороться с аберрациями вот этими. Поскольку навыки выживания, да и вообще Австралия, она изолирована. И если даже все европеоиды в Австралии превратились бы в аберрации, то остальные должны были с ними вести войну и, возможно, даже успешную. Поэтому я предполагаю, что должны быть ещё на земле очаги существования человеческой цивилизации, что это просто, ну, так должно быть. Если хоть какая-то логика есть в сознании сценаристов, то, скорее всего, что-то такое будет в сериале. В крайнем случае, даже если покажут, что они были, но были уничтожены, даже это будет несколько логичнее, чем если их вообще как бы и нету, и не было. Поэтому что будет в дальнейших сериях, я вообще не знаю, не предполагаю даже. В каком мире проснутся наши персонажи. А другой ещё вариант, что они проснутся здесь же и сейчас же. Да, вот эта девушка выйдет, отравит, заразит мутантов, но на мутантов это не подействует. Мутанты влезут в город Вайвард Пайнс, его полностью разрушат, доберутся до горы, доберутся до хранилища с замороженными людьми и каким-то аварийным механизмом эти люди проснутся. Например, аберрации как-то поломают им электрику, и людям придётся просто экстренно проснуться и что-то делать. Есть и такая вероятность. То есть, по сути дела, сейчас два варианта. Первый вариант, они в действительности просыпаются в будущем. Второй вариант, они просыпаются прямо сейчас. Если они просыпаются прямо сейчас, здесь можно устроить небольшую такую войнушку с аберрациями, и под конец сезона они полностью все вымрут. Или же не все вымрут, или же, допустим, кто-то из них останется... Возможно, некоторые из них попытаются с аберрациями договориться, и в духе американского понебратства может быть, даже вступят с ними в брак, и что-то такое будет. Или рядом по их уже законам начнут с ними жить. Это если сценаристы захотят закончить сериал. Другой вариант, что аберрации заразились, но ещё не умерли, и всё-таки людям в нынешнее время придётся проснуться и добивать ослабленных аберраций, такой вариант тоже возможен. К примеру, в сериале «Флэш», в сериале «Звёздный путь Энтерпрайз» и во многих других сериалах, или в последней серии сезона, или, допустим, в десятой серии, часто делают такое, что создаётся какая-то ужасная глобальная ситуация, которая просто неразрешима. А на следующую серию, чтобы сильно не заморачиваться, герои с лёгкостью её разрешают, как само собой разумеющееся. Поэтому что-то такое здесь тоже может быть. Дальше. Будущее. Если они просыпаются в будущем, первый вариант. Всё-таки выжившие люди с других каких-то очагов заселяют заново Землю, и они просыпаются в цивилизации, сопоставимой с нынешней, чуть менее развитой, чем нынешняя, или же намного более развитой. Вариант следующий, тоже с развилками. Они просыпаются среди ещё более худших мутантов. Остальные 10 серий с ними сражаются, как могут, и героически погибают. Или же тоже находят общий язык и как-то интегрируются с ними. Вариант следующий. Они просто восстанавливают Вайвард Пайнс и ведут с ними ожесточённую борьбу. Дальше. Вариант, что они просыпаются, и никаких мутантов вообще нету. Это если вирус работает идеаль. Тем не менее, тогда какие-то хищники должны занять их пищевое звено в экосистеме Земли. И вот эти хищники, допустим, будут доставать проблемы людям. Ещё один вариант, который я тоже не исключаю, это появление инопланетян или людей, которые, существуя в бункерах или на каких-то островах, всё это время самостоятельно развивались, достигли чрезвычайно высокого технического или духовного, или духовно-технического уровня. И уже практически, имея божественные сверхвозможности, встретят замороженных и будут как-то с ними взаимодействовать. Пока таковы мои прогнозы на следующей серии. Однако, что будет? В конце концов, посмотрим в самом сериале. Желаю успехов, советую ознакомиться с моими обзорами на другие фильмы и сериалы. Для чего? Прошу перейти на мой канал. Несомненно, лучше всего подписаться на канал. И дабы я делал более обширные обзоры, более детальные обзоры на сериалы, чтобы они были и качественней, и так дальше. Советую, естественно, делиться моими видеозаписями с как можно большим числом людей. Очень прошу. Ведь вы просмотрели, так или иначе, моим трудом вы воспользовались. Поделиться видеозаписью хотя бы в ВКонтакте и Фейсбуке намного легче, чем, например, мне изучить материал, осмыслить, записать это всё, смонтировать, выложить, подписать, и так же самое распространить по соцсетям. Поэтому подумайте и примите правильное решение. Успехов! Спасибо. 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 Спасибо.